Хэй, 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 всем привет, дорогие друзья, с вами Чинаски, а прямо сейчас мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Супер Мехс. У вас на экранах сейчас находятся топ комментарии из предыдущего видео, если вы хотите попасть в следующую подборочку, не забывайте ставить лайк и, естественно, оставлять свой интересный комментарий. Обязательно, интересно, обязательно. Итак, что мы сегодня будем делать? На самом деле я подфармился, вот опять же многие спрашивают, почему путь новичка выходит редко, чтобы я мог сделать вот так вот, раз, вот так вот, два, вот так вот, три, еще пять токенов и еще десять токенов. Короче, чтобы мы могли вот так вот сделать и чувствовать себя вполне себе хорошо. Что еще я сегодня хочу сделать, друзья? Я хочу получить вот эту награду. Преобразуй предмет в предмет мифического уровня, получи за это премиум пак. На самом деле все максимально просто. Я бы в идеальном мире, так сказать, прокачал бы Зек-ложку, потому что она мне на мифике так и так очень сильно нужна. Блин, а может быть я это все равно сделаю, потому что, если честно, я думал качнуть дезоляцию, потому что, ну, это попроще было бы. Но, возможно, блин, это очень дорого будет стоить. Не, не, ладно, давайте, короче, качнем дезоляцию. Пофиг. Это тоже нормально на самом деле, потому что она у меня уже почти что сорокового уровня. Как вы понимаете, у легендарки максимальный уровень это сороковой. Мы сейчас с вами сделаем из нее фулл-легу и качнем до мифика. Получим за это премиум пакетч, посмотрим, что там интересного у нас с вами дропнется. Дезоляция максимального уровня, это раз, это два, блин, вот, ну ладно, сейваджере одну отдать можно, но проблема в том, что хитпоинт у меня, да, блин, вот, вот, что-то этого я не ожидал, если честно, забыл я про то, что, как бы, не все так просто в этом мире. Даже если я поставлю хитпоинт, допустим, ну ладно, на самом деле он мне не особо нужен, допустим, я ставлю хитпоинт, мне все равно нужна еще хотя бы одна лего. Одна лего, я могу, в принципе, что-нибудь снять, но, блин, мне все нужно по большому-то счету, правильно? Правильно, дрончик не особо, я бы мог его отдать, потому что его, в принципе, и выбить-то довольно легко, он эпического уровня, но, даже и не знаю. Ладно, давайте сейчас посмотрим, посмотрим, как пойдет, может быть, у меня еще лего какая-нибудь дропнется, это было бы вообще просто супер топово, потому что тогда бы я, конечно, мог спокойно отдать, не напрягаясь. Так, здесь эпик, блин, очень хотелось бы все-таки получить эпический модуль, мне он очень сильно нужен, но падают мне только ноги и торсы, юзластные, которые мне вообще не нужны. Не падает, не падает мне то, что надо, друзья. Ну что ж, давайте зайдем на арену, здесь мне сейчас выпадет аренный бокс, конечно, я абсолютно понимаю, что мне здесь лего тоже не светит, абсолютно, это однозначно и 100% очевидно. Но, ага, Север Резистанс, неплоха, кстати, вещь, я бы, может быть, даже ее бы и поставил, модуль сопротивления, как-никак. Блин, у меня есть какие-нибудь еще варики, как я могу это получить, я вот просто даже задумался сейчас. В принципе, как вариант, мы можем с вами качнуть лего по-быстрому. Ну, блин, у меня здесь, к сожалению, вот видите, не так уж много всяких вещей, которых я могу качнуть. Ладно, наверное, блин, сколько у меня там одна? Ну, можно попробовать, ладно, давайте попробуем, потому что не хочу я все-таки этот дрон отдавать, он мне не особо-то нужен, честно признаться, но мало ли что, согласитесь, вот всякое может быть в этом мире, поэтому давайте-ка мы попробуем все-таки сделать себе лего дополнительную. Блин, правда, это может не хватить денег тогда в этот раз. Сколько это стоит? Давайте так. Хорошо, если прокачка до мифика стоит 500 тысяч, то мы не будем, то есть качнем, короче, через этот. 100 тысяч, все, давайте тогда качнем, пофигу. Конечно, это сейчас будет плотно стоить, но ничего, зато сохраним дрон, который нам может впоследствии когда-нибудь через миллиард лет пригодиться, поэтому давайте мы, наверное, с вами так и сделаем. Это 26 уровень, мне нужно еще на 4 уровня его качнуть, еще на 3 уровня качнуть, еще на 2 уровня качнуть, блин, еще на 1 уровень качнуть, ну ладно, пофиг, давайте отдадим еще один эпик. Вот, блин, давай, че? Давай, уже хватит, боже мой. Ой, ладно, давай, отдаем, делаем себе банши, теперь делаем из банши легендарку, отдаем ноги, юзластные, бесполезные, ненужные. А, может, у меня, кстати, есть дубли, которые я могу тоже отдать? А, по сути. Очень слабый здесь у меня инвентарь, ребят, но для всего нужно время, для всего нужно время. Я все-таки не так сильно залипаю на этом аккаунте, я все-таки на своем основном больше части сижу, поэтому, в общем-то, неудивительно, мне кажется. Так, 1, 2, 3, 4, 5, все, наконец-то, получаем с вами мифическую дизоляцию, просто по щелчку, найс. Дэмэж повышается, естественно, и у нас с вами получает, блин, кстати, она намного красивее выглядит на мифике, согласитесь. Все-таки, да, реально красиво, вот, по сравнению с эпической, даже с легендарной версией, это все-таки совсем другое. Ну и что ж, давайте, наверное, получим этот пак хотя бы после одного боя, посмотрим сейчас, что у нас там с вами на арене. 2 на 2, напоминаю, не самая приятная для меня ситуация, потому что мой второй мех все еще полнейший трэш, но я пока не буду им заниматься, то есть пока что у меня второй мех останется именно таким. Я хочу прокачать сначала своего первого меха, чтобы он был прям хороший, мощный и выдавал нормальный дэмэдж, и уже потом мы можем с вами заняться нашим вторым мехом и уже что-нибудь тоже с ним придумать. Так, ну, здесь, сами видите, да, много довольно легендарных вещей у чувака, но, в принципе, шансы все... О, блин, он... Ну, ему все равно надо сближаться, ему все равно надо сближаться, я тогда не буду пока дрону подключать, тем более, что у него по теплу здесь нормальные такие проблемы. Ну, он может с этих двух пушек стрелять, в принципе, но мне кажется, что ему надо сблизиться, то есть он будет наверняка что-нибудь придумывать для того, чтобы подпрыгнуть поближе, чтобы он мог с аннигиляцией своей легендарной, или не будет? Неужели не будет? Ну, если не будет, это однозначно для него ГГ, потому что я его вывожу в шатдаун, скорее всего, на следующий ход. И если это будет... А, БО. Ну, типа, ребят, Изи, Изи предугадал. Отлично, он себя еще перегрел, просто супер топово. Давайте используем твистер флюкс, потому что все равно у него здесь, скорее всего, уже шатдаун. Угу, прекрасно. И теперь просто тупо его выжигаем, просто выжигаем. Прекрасно, прекрасно. Это тоже шатдаун. Я бы мог здесь выключить двигоз, но не буду этого делать. Хотя, не, давайте, ладно, второй, ну, чтобы ход мы тоже могли сделать с Firefly, чтобы Firefly тоже нанес дорожность. Тут у чувака всего лишь 674 хп, я думаю, что мы его должны снять. Единственное, что мне хотелось бы еще один ход сделать, блин, у меня, конечно, перегрев, это вот тоже не очень приятно. Стоп, у меня перегрев на сколько? На 71. Не, нормально, это не шатдаун, это оверхит. Да, все ок, все ок. Я смогу сделать еще один ход, и, в принципе, мой второй, даже отстойный мой мех, второй сможет этот его мех уничтожить. Четырнадцатый ранг, ребят, пока что все-таки невысоко, но я думаю, что в ближайшее время, если мы наберем хорошее количество лайков, естественно, то я уже думаю, что в ближайшее время до десяточки дойдут. Надо просто продолжать, как бы, прокачиваться, вот и все. По большому счету, надо просто сейчас угорать по кампании, надо качаться, 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 поставить себе Magma Reguler сюда, Abomination сюда. Там, не знаю, Торса, может быть, все-таки другое, мне надо просто побольше денег. Надо еще, знаете, что сделать обязательно, сейчас мы даже зайдем, это сделаем. Крепость прокачать. Вот тоже очень важный момент, потому что у меня сейчас прям по крепости, ну, прям она плохо прокачана. По сравнению, особенно с моим первым аккаунтом, где крепость уже почти фуловая, здесь, конечно, все немножечко более печально, и надо этим заняться. Определенно. Так, да, мы с вами выиграли, он, к сожалению, время протянул, ничего особо не сделал, но он уже понял, что ему... Как бы победа не грозит, поэтому все понятно, в общем-то. Давайте, наверное, еще один бой сыграем, ребят, и вот после этого боя обязательно откроем с вами премиум пакетч. Очень сильно надеюсь на что-нибудь хорошее. В принципе, в принципе, я согласен на модуль. Хотя, если модуль... Ну, как бы, раз уж мы открываем премиум пак, мне модуль даже эпически хорошо было бы получить. А легендарный, наоборот, какой-нибудь пушк прикольный, было бы очень хорошо. Так, видим, что у него тепловик, у него два энергетика. Это, в принципе, я думаю, что шансы есть, потому что у него, ну, как бы дезоляция не мифическая, это, по-моему, эпическая дезоляция, если я не ошибаюсь. Коррупт лайт мифический, это да, коррупт лайт у него мифический. Но так, в принципе, все выглядит не особо тяжело. Думаю, что шансы есть. Давайте посмотрим. Правда, здесь у него тоже мифический, кстати, Мэри сбим. Обратите внимание, на третьем мехе. Ладно, посмотрим, что сейчас как пойдет. В принципе, третий мех он даже не взял, это большая ошибка. Я думаю, что он тупо не успел это сделать, потому что по факту ему третий мех, мне кажется, был бы лучше, чем 1-2. 1-3 я бы на его месте, конечно же, взял. Так, начинает пулять. У него при этом дрон такой, с бэкфайером. Блин, ну, сами видите, да, конечно, по хп мы его обводим, но по теплу, ну, как бы он перегревается медленнее. Блин, мне охлаждение нужно просто безумно, потому что это шатдаун сейчас, вы сейчас наблюдаете. И причем шатдаун такой, что у меня все равно тепла слишком много потеряется. И он себе, ну, как мы, мы делаем, получается. Нет, это гг, ребят, это гг, тут нужно выходить из боя, потому что он будет вот этими двумя фишками. На самом деле, это для лоу рангов офигенная острота. Ты тупо палишь скорбт лайтов, и чуваки, у которых не так много тепла, они просто отъезжают. Это на самом деле очень круто. Я даже подумал, может быть, сделать на первых своих вот этих вот рангах, до 10 ранга, например. Я думаю, можно дойти на этой теме. Ну, что, давайте посмотрим, что у нас в премиум пакетче. Первый премиум пак, если я не ошибаюсь, за весь аккаунт, было премиум яйцо на Пасху. Но именно премиум пак, по-моему, первый, если я не ошибаюсь. Ну, что ж, погнали. Отстой. Не используется для меня, по-моему, у меня она даже есть. Ну, поэтому отстой. Отстой полнейший. Опа, вот это хорошо. И отстой. Итого, три отстой, а одна, как бы, хорошая вещь. Ну, типа, мне этот хит-энджин очень сильно нужен, реально прям безумно нужен. Поэтому я, в общем-то, бомбить не буду, потому что это, ну, на самом деле, того стоило получить эту штуковину. Это, правда, очень-очень-очень-очень хорошо. Потому что, смотрите, 30 тепла, и даже если я вот эту уберу, 30 тепла, 12 охлаждения, этот, по сути, вот один такой модуль стоит двух таких, чтобы вы понимали. А мы его еще прокачаем как следует, мы из него сделаем легендарочку, конечно же, обязательно просто, просто обязательно. И все будет вообще шикарно, да. Наконец-то, наконец-то модуль. Это, правда, меня очень сильно радует. Да, вот как я и говорил, пожалуйста, два дубля. Все как обычно, все по стандарту, друзья. Что у нас с вами еще интересного по достижениям? Ну, в принципе, все остальное это токены, друзья. Я, наверное, как сделаю? Я, когда накоплю на премиум пак, я обязательно его тоже открою, потому что надо, надо подкрывать премиум пак. Я не буду открывать премиум боксы, но на премиум пак надо накопить однозначно, потому что, ну, вещи нужны хорошие, вещей хороших нужно много. И сейчас у меня под три соточки и восемьдесят детек лождя. Вот это уже другое дело, ребят. Надо еще до леги вкачать обязательно тепловой модуль, и будет топово. Это очень, 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 очень хорошо. Это, правда, здорово. Спасибо, игра, за, наконец-то, нужный мне модуль. Если бы он был тепловой, например, было бы намного печальнее, мне так кажется. Что мы видим? У него есть фейс-шокер. И при этом у него есть еще вот эта пушечка к... А, и у него еще и этот, да, фактически... Ну, нормас, нормас. Неплохо палит. Ну, мы сейчас выходим в оверхит. Я вряд ли думаю, что это сейчас... Ну, да, это оверхит. Что он... Ага, он так решает сделать. Окей, окей. Это для меня абсолютно нормальная ситуация, потому что его фейс-шокер, он тоже отключается. То есть ему сейчас надо тратить ход на фейс-шокер. Это хорошо. Так, смотрим. Что он будет делать? Фейс-шокер или это? Фейс-шокер, замечательно. Давайте так. Так, и давайте так, чтобы мы на следующий ход могли телепортироваться и ударить с дрона. Да, думаю, что это хорошая идея. Ой, шатдаун! Вообще, это, это супер. Это супер, друзья, это прекрасно. Потому что, смотрите, мы сейчас что сделаем. Резь. И... Все, минус мех готово. Прекрасно. У нас тут тоже небольшой перегрев, но благодаря нашему новому модулю мы сейчас очень хорошо откатимся по теплу. Все будет просто супер. Так... С морем. У него тут довольно тоже нормальное количество энергетических пушечек. Минус у меня в том, что у меня сейчас дезоляции больше нет. То есть, сами понимаете, мне без дезоляции тяжеловато, потому что дэмэджа нет, кроме дезоляции, по большому счету. Выключает двигоз, уже понимает, что тут не все так просто в этом мире. В принципе, есть такой момент, что у меня второй мех может не затащить. Потому что, сами понимаете, у меня второй мех, ну, типа, супер слабый. Но, я думаю, что, в общем-то, шансы имеются. Так, сможет ли он снять 140? Я думаю, что сможет. Я думаю, что, на самом деле, даст. С этого добивает, и его дрон начинает палить по мне, и у меня... А, он выключает двигатель. Это супер тупая идея. Он, возможно, думал, что у меня второй мех тоже тепловой, но нет, он не тепловой, и... Ну, это было очень легко. Так, давайте посмотрим по дэмэджу... По дэмэджу 59, 8, так, 119, 27, 59, 87. Я думаю, что с этой пушки лучше всего выстрелить. Просто даже не париться. Можно было... Ай, блин, надо было, наверное, EMP использовать. Надо было, наверное, использовать EMP для того, чтобы просто загостить ему всю энергию. Сложно сказать. Я что-то сейчас пока вообще не уверен в том, что у нас с вами происходит, и у меня теперь на EMP уже не хватает. Так, бэкфайр или... Так вот сделать. Это 27, это 49. Ну, давайте так попробуем. Раз, два, три. У него остается 271. Дрону выстрелили где-то на 130. Это мне 140 надо снять. Но у него сейчас еще... Да. Капец, ребят. Честно, это просто шок. В том смысле, что ты никогда не знаешь, как закончится бой на этих рангах. Серьезно, ты просто не представляешь. Потому что каждый раз это может быть для тебя сюрпризом. Вот, например, я был почти уверен, что мы выигрываем. Мы вышли идеально. Но тут у меня энергии... Как бы энергетик с восстановлением энергии 12. Это, конечно, печально смотрится. К сожалению. К сожалению, очень печально. Ну, даже смысла нет, по сути. Он здесь будет просто очень медленно меня добивать. 15 ранг, спустились. Что надо делать? Правильно. Качаться. Просто тупо качаться, качаться и качаться. Я, в общем-то, доволен, что мы с вами открыли премиум пак. Опять же, очень хорошо, что нам дропнулась вот эта тема. Мы ее будем прокачивать и дальше. Я обещаю вам к следующему разу прокачаться получше. Показать вам побольше всяких интересных моментов. Давайте, наверное, качнем себе золото. Вот не знаю, есть ли смысл. Может быть, мне все-таки ремесло качнуть. Так. Ну, давайте. Что там по ремеслу? Могу ли я редкие уже создавать? Могу только шанс на редкие. Да, редкие обычно. С чего начинаются? С чего начинаются? На 12-м, наверное, могу уже. Да, вот. На 10-м они появляются. Даже на 9-м, наверное. Гарантированные редкие. Это тоже довольно хорошая вещь. Ну, давайте, наверное, не будем сейчас особо тратиться. Создадим тупо золотую шахту 9-го уровня. И будем поднемногу ждать дальнейшего расклада. Ну, что ж. Пожалуй, на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Обязательно оформляйте спонсорские подписки, если есть такая возможность. С вами был Чанаски. До скорой встречи. Пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok